Добрый день, дорогие друзья! Вчера мы все отмечали важный праздник, День Великой Победы. Для кого-то война – это воспоминание, для кого-то это история, но нет равнодушных, когда звучат песни в военных лет. И сегодня о некоторых из них мы и поговорим. Я бы с песни начала рассказ, с той, которая на всех фронтах звучала, в холод, в стужу, сколько раз эта песня всех в землянках согревала. Если песня – значит рядом друг, значит смерть отступит, забоится. И, казалось, нет войны вокруг, если песня над тобой кружится. Как вы знаете, в ходе Великой Отечественной войны было несколько сражений, которые предопределили ее исход. И одним из таких сражений стала битва за Москву. Советский поэт Алексей Сурков, защитник Москвы, однажды выходил из окружения и попал на минное поле, там, где до смерти четыре шага. Позже он напишет письмо жене, напишет в стихотворной форме. Текст стал известен другим бойцам, и многие солдаты переписали его, и солдатские жены и невесты получили это стихотворение. А в начале 1942 года композитор Константин Листов проездом на фронт увидел эти стихотворные строчки и написал мелодию. Так, в ожидании своего эшелона, Константин Листов написал музыку к песне в землянке. Авторы этой замечательной песни встретились только после войны. Песни военных лет, они особенные. Так, песня «Темная ночь» имеет свою историю. В 1943 году, во время работы над фильмом «Два бойца», у режиссера картины Леонида Лукова возникли трудности со съемкой эпизода, где солдат пишет письмо домой. После многих неудачных попыток режиссеру пришла в голову мысль, что исполненная героем песня была бы очень кстати. И не теряя времени, Леонид Луков обратился к композитору Никите Богословскому и поэту Владимиру Агатову. И всего за несколько часов были написаны стихи и музыка. Но всенародной любимой песней стала после исполнения Марком Бернесом, который в роли одессита Аркадия Дзюбина, главного героя этого кинофильма, поет ее ночью под гитару в землянке с протекающей крышей и в окружении фронтовых товарищей. Стоит отметить, что после записи этой песни съемка фильма пошла гораздо легче. Злополучная сцена с письмом была снята с первого дубля. Интересна судьба песни «Синий платочек». Спасаясь от немецкой оккупации в 1939 году в Советский Союз приехали участники популярного польского эстрадного коллектива «Голубой джаз». И на одном из концертов в Москве они спели песню композитора Ежи Петербургского и поэта Якова Голицкого «Синий платочек». На этом концерте присутствовала Клавдия Шульженко. И после концерта она высказала свое мнение по поводу этой песни. Сказала, что музыка ей очень понравилась, а вот стихи она посчитала слишком легкомысленной. В 1942 году Клавдия Ивановна выступала перед защитниками Ленинграда. И там к ней подошел молодой лейтенант и протянул фронтовую дивизионную газету «За Родину». «Я написал стихи. Думаю, что на музыку «Синего платочка» они хорошо лягут», сказал Михаил Максимов. И в этот же вечер бойцы услышали песню обновленного «Синего платочка». Осенью 1940 года поэт Яков Шведов и композитор Анатолий Новиков написали песенную сюиту о молдаванских партизанах Гражданской войны. Песня по своему складу была лирической, была игровой, веселой. И в начале Великой Отечественной войны Новиков попытался передать эту песню на радио. Но там песню не взяли. Сказали, что она совершенно не соответствует времени, что она слишком легкомысленная и веселая. Но в 1944 году о песне вспомнили. И не кто-то, а сам Александров. И попросил он у авторов разрешения исполнить «Смуглянку» краснознамённому ансамблю под его руководством. И так «Смуглянка» стала любимой песней солдат Великой Отечественной войны. Особенно её полюбили партизаны. С 1975 года звучит песня «День Победы». Надо сказать, что она вначале не получила того должного внимания со стороны чиновников от культуры. Но людям, в том числе ветеранам Великой Отечественной, она полюбилась. Её стали петь каждый год, в начале мая, в благодарность тем людям, которые завоевали победу. Дорогие наши ветераны, огромное спасибо вам за ту возможность, что мы родились на свет, что мы живём в свободной стране. И я поздравляю всех нас с этим великим праздником, с Днём Победы. Спасибо за внимание. До свидания.